Некоторые вопросы звучат таким образом, могут ли эти принципы работать в России? Это абсолютно прекрасный вопрос. Это уже действует. Я поделюсь с вами об этом немного позже. Еще раз хочу вам сказать, что это не мои принципы. Иисус любил бизнесменов. Петр, который был в начале основания церкви. Он был бизнесменом. У него была рыбная компания. Матфей, он также был бизнесменом. Он был бухгалтером. Он служил на благо Отечества. И однажды Иисус шел по дороге. И на дереве он вдруг заметил человека. Сидит человек на дереве. Кому-нибудь знакомо его имя? Закхей. Его звали Закхей. Кто знает, кем был этот человек? Кем был Закхей? Он был бизнесменом. Иисус постоянно сидел и общался кругу бизнесменов. Что же произошло с бизнесом сегодня? Многие бизнесы отошли от Божественных концепций. И эти концепции, они хороши. Неважно, верующие вы или не верующие. Они хороши для вас. Например, Япония. Япония не является христианской страной. Но они являются лидерами в тех принципах, которые я вам сегодня учу. Кто научил их этому? Кто научил их этому? Бизнесмен-христианин. Из Америки. После Мировой войны и Второй Мировой войны. Они производители номер один автомобилей. И как будущим американцем для меня это очень сложно сказать. Если хотите знать, я не просто американец, у меня также есть русская прописка. Мне даже довелось голосовать для вашего президента. Поэтому я не стопроцентный чужий странец. Я помог начать многим русским бизнесменам свое дело, чем, возможно, все вы могли начать вместе взятые. Я очень люблю Россию. Потому что это мой дом. Моя жена русская. Половина моих детей русские. Мои друзья русские. В Америке я продал абсолютно все свой дом и свой бизнес. Поэтому не относитесь ко мне как полному чужую странцу. Я хочу, чтобы вы преуспели, потому что я люблю Россию. И я верю, что именно так мы и будем делать. Я помог начать существование банков в России. Я помогал основывать компании, занимающиеся продажей меха. Парфюмерные компании. Я основал три школы. Три гуманитарные организации. Я посвящен тому, чтобы все это работало и действовало. Если бы я не видел возможности, которые есть сейчас в России, я бы давно вернулся в Америку. Я не позволяю своим друзьям критиковать Россию. Боже мой, этого достаточно. Слишком уж много. Я хочу слышать положительные вещи. Потому что я верю, что Бог любит эту страну. И я верю в эти принципы, и мы можем в эти принципы верить не просто потому что доктор Эллис вам сказал о них, но потому что так думает Бог. В Америке 80% of all first-year businesses fail. 80% 80% You know what percent in Russia? 85% Not a lot of difference, is it? You know the ones that succeed? They use these principles. Как те бизнесы, которые используют эти принципы. Where did the idea of free market or free economy come from? It wasn't America. It was this book. It is a bigger concept than a government. And now Germany uses it. England uses it. Japan uses it. Japan uses it. America uses it. Canada uses it. Yeah. Many more countries. Now, I don't mention America because I'm an American. That's not fair. I don't mention America because I'm an American. So why do I? Well, this little country produces 45% of the world economy. They have 5% of the world's population. So if we want to be pragmatic, they're doing something right. Why can't we do it here? Why can't we do it here? We've got more oil. More gold. More property. More diamonds. More chromium. More coal. More wood, timber. Better educated people. Russia has the least illiteracy in the world. I find myself sold them for this country more than some Russians I talk to. You know, I believe that we can do amazing things in this country if we have the right precepts. I think we can do amazing things in this country if we have the right concepts. Just for a quick history lesson. I want to give you a quick history lesson. The Constitution of the United States came from the Bible. The Bill of Rights came from the Bible. The Bill of Rights came from the Bible. Free economy came from the Bible. The Americans are no better businessmen than you are. They may not even be as good. They don't have to fight what you have to fight. But they have embraced theistic principles. Benjamin Franklin. One of the writers of the Constitution. They could not write the Constitution. Could not write it. Они не могли написать Конституцию. И Он сказал им. Пойдите домой. Молитесь. Молитесь восемь дней. И Он сказал им. Мы не впустили Бога в нашу Конституцию. Когда они все вернулись вместе и были вместе. И они написали эту Конституцию как можно скорее. И в этом мире есть определенные Абсолюты. В бизнесе, друзья, есть определенные Абсолюты. И я хочу поменять ваше мышление. Завтра мы будем более говорить о конкретном бизнесе. Неправильное мышление просто уничтожит ваш бизнес. Убьет его. Пожалуйста, просто записывайте то, что я говорю. Даже если вы с этим не согласны. Я могу вам рассказать столько много успешных историй. Историй успеха. Возможно, вы ни разу не слышали имя человека, которого зовут Айви. Он был евреем. Он живет совсем недалеко от нашего дома. У него был маленький магазинчик. Он стал верующим христианином. И он был так благодарен за это. И он сказал, Господи, ты сказал своему слову, что десятую часть своей прибыли я должен отдавать тебе. Но как же я это сделаю? Давай сделаем так. Я тебе дам свои 90%. А твои 10% я оставлю себе. Используй эти принципы. Когда он умер, его магазины по продаже одежды были одними из самых известных и популярных. Я не хочу вас, чтобы вам наскучили мои истории, но вот эти принципы, они действуют и действуют все снова и снова. Одна из женщин сказала мне, что она была в магазинах в Walmart. И когда она зашла прямо, когда она вошла в дверь до магазина, я рассказал полную правду. К ней подбежала женщина, обняла ее. И сказала ей, где ты была? Я столько так давно тебя вообще не видела. Ну я скажу вам, что они не всегда вас, конечно, обнимают. Но разве вы не почувствовали себя так, как будто вы были дома? Первый раз, когда я повел туда свою жену, мы пошли в магазин. И они нас приветствовали таким образом. Я им сказал, моя жена, моя супруга, она из России. Они посмотрели, Россия! Ух ты! Я в жизни не встречал русского человека. Знаете, на самом деле, американцы очень любят русских. Если вы так не думаете, вы обманут. И они начали давать ей подарки. Прямо в магазинах. И нам пришлось купить еще один чемодан, чтобы только положить туда все подарки, которые нам продали. Вы знаете, какие магазины мы идем? Мы идем именно в те магазины. Потому что они сделали в нас вклад, инвестиции. Они сделали так, что мы чувствуем себя очень хорошо. И я также о вас думал очень много. Потому что ваш бизнес уникален. Но, you know, я также был в этом бизнесе. И когда я говорил что-то опытом, большими парадами. Я всегда затем звонил этим людям. И я задавал вам вопрос, когда вас дошло, вы довольны? Они просто были в изумлении. И они затем чувствуют, насколько приятно им вести с вами дело. Как вы себе нравится вам, когда вы чувствуете, что бизнесмен как будто у него рука в вашем кармане? Как вы себя чувствуете? Не странно ли вы чувствуете в этот момент? Когда вы думаете о том, что все, что ему нужно от меня, это только мои деньги. Вопрос. Можем ли мы это делать здесь, вот это все, о чем мы говорим в России? Я могу вам посоветовать один способ, как это можно сделать. Пусть ваши люди работают с комиссией. С комиссионными. Он говорит, не знаю откуда это слово, из-за английского или взрослого. Подумайте. Вы работаете в большом магазине, да? Нет. Вы просто задавали вопросами. Давайте представим себе, что если вы в большом магазине, что человек работает за комиссионными. This is not his expertise, okay? So, this is just a real work. And he's doing a great job. Okay? Now, if a guy is getting paid according to his performance, is he going to perform different? Absolutely. It's a biblical principle. You are rewarded according to your labor. Why did the devil turn around and walk away from me and not help me? It was not her job to help me. Her job was to come there for eight hours and then go home. It didn't matter what she did. Her job was being there for eight hours. And so, in her mind, she could say, they pretend to pay me, so I'm going to pretend to work. Они как будто бы платят мне деньги за это, а я как будто бы буду просто работать. You ever heard that before? Вы с этим знакомы вообще? Well, I learned it here. Я здесь этому научился. Попробуйте сегодня зайти в Станкт-Петербург и какой-нибудь магазин. Я могу сказать, как этот человек работает за комиссионный, да? За проценты. Как можно сказать? Он говорит вам, как ваши дела? Чем могу вам помочь? Вау! Ух ты! Они разговаривают со мною. Я личность. Они заинтересованы во мне. Они не ушли куда-то в угол и пошли курить свою сигарету. И это один из способов, как мы можем разрушить эти старые привычки. И я гарантирую вам, что это происходит в нашей стране. И это произойдет и здесь. Я знаю, что Санкт-Петербург связан с Европой немного ближе, чем вы. И это происходит очень быстро. И хотя Санкт-Петербург, он как бы ближе связан с Европой, это происходит там, быстрее. Но это будет и здесь происходить. Вы знаете, что самое лучшее, что произошло в нашей стране, это соревнования. Когда в 2015 году я отправился в университет, They had one row of macaroni. Universal. One row of macaroni. Я увидел там, на одной полке целый ряд макарон. One row of water in bottles with red stuff in the bottle. И также увидел полку, на которой была, подавалась вода, на дне которой был просто какой-то дикий осадок. The cabbage looked like it had been cut with a mache. That big, long knife, they used to stuff in it. The cabbage looked like it had died three times already. You remember? And you went in the store. And somebody said, they have sear. You didn't dare say what kind. Who cared? It was cheese. But now, they have fifty kinds of cheese. The fish are so pretty, you hate to eat them. The cabbage looks like plastic. It's so perfect. That's competition. And now, the labels are actually pretty. They have pictures on them. They are so pretty. They are very beautiful. It's working. And now, when you go to the market, I used to hate this. Beautiful pomodores. замечательные помидоры I'd say I want a kilogram of those they'd go in the back of the store they would be rotten the tomatoes would be rotten white and I'd say I don't want those she'd say I don't want those and take them back and I'd go home with that my wife would say why don't you have any tomatoes but now this is competition they are stank real pretty they're white dolls and you get to pick them and if they're bad they put those over in a separate box you can't convince me that it's not already happening in this country and I like it why not like it why do I like it because you are living a better life and to me that's important so please don't cast away these principles before you really think them through please don't cast away these principles before you think you should think okay number six and I just thought that you know customer is not our end let's skip that in your minds customer is not our end customer is not our end so number six purpose success I taught I taught a year at the St. Petersburg Christian Businessmen Association я один год преподавал в христианской ассоциации бизнесменов когда я первый раз туда отправился это было место на котором все все жаловались на что-то когда я оттуда ушел я ушел в депрессию все было очень плохо и я подумал неудивительно что у них нет успеха и я проведу целый месяц научивая их как быть успехом я целый месяц научивая их быть ориентированными на успех некоторые из них выглядят примерно вот так могу я вам чем-нибудь помочь что у них нет как вы думаете это похоже на успех на реентацию на успех все чего у них не было это отношение успеха вы знаете первый вопрос который задал своему клиенту в компании меня зовут Денис могу я сегодня продать автомобиль они просто в изумлении ну и вы знаете я просто смотрю хорошо я могу помочь вам посмотреть я по крайней мере каждому клиенту сдавал по крайней мере пять раз почему я это делал потому что я собирался продать им машину я знал что я собираюсь продать им машину и быть успешным я не в какие игры здесь не играл у меня была цель я был ориентирован на нее в бизнесе вроде вашего вы можете сказать я хочу вам помочь чтобы вы сделали выгодную сделку чтобы избирать свои деньги я здесь чтобы помочь вам я хочу вам помочь не для того чтобы просто ваши деньги забрали success-ориентирован давайте быть ориентирован на успех я never forget I had a man come on the lot one time однажды к нам в магазин зашел один человек у нас стояло где-то около новых 50 каталаков 50 new Chevrolet 50 new trucks 50 новых грузовиков и этот человек ходил вокруг kicking the tires и пинул тарик и я сказал can I help you? нет нет я просто подошел как пуппи-дог и он смотрел и я сказал let me go get the key и I'll show you this я сказал разрешите сейчас двигаю за ключами я сейчас покажу вам это вещи no нет I don't need your help he kind of scared me но я просто следовал за ним на третий раз would you like to drive that car? no I told you I don't need your help I got run up in his face I got run up in his face I said you know what my boss told me this morning no my boss I said do you know what my boss told me this morning he looked at me I said he told me that everybody that came on this lot was here to either buy a car or steal hubcaps disk hubcaps the disk on the wheel still или они украдут что-нибудь he looked at me I never heard anything like that I like you you know what he bought that car он купил этот автомобиль and he bought many cars и он купил много автомобилей you know because I didn't care if he said no мне совершенно все равно было скажет он нет или да my mind was orientated to be successful я был ориентирован на успех и это мотивировало меня и many many times you will be rejected you you will feel discouraged but you must be motivated to be successful очень часто вы будете зачарованы но если у вас есть эта ориентация вы будете успешны я могу взять бисточек бумаги и я запишу имя этого человека я записываю целый машин и мы просто болтаем и мы просто болтаем и я вычисляю сколько они кинологии не заплатят просто разговаривал о машине и когда мы закончили я показываю ему и я говорю и он говорит я вот здесь я вас прошу машину сейчас приготовлю и знаете что очень часто они это делали я был ориентирован на успех я там находился, чтобы продать машину ему и люди нравятся это они чувствуют, что в этом какое-то определенное удобство и поэтому поймите, пожалуйста, правильно вам необходимо иметь умственное отношение к успеху и когда вы это делаете вы также следуете разным другим принципам они все вместе соответствуют друг другу итак, у вас, я думаю, вы записали эти принципы последний какой я делал, номер шестой давайте сейчас перейдем к седьмому и пока вы готовы записывать следующий седьмой принцип позвольте мне вам предложить иллюстрацию это очень важно, чтобы вы относились с уважением к своим клиентам this may be one of the more important principles so far let me give you an example если бы у меня была, к примеру, старая скрипка и на своих занятиях, которых я учу о взаимоотношениях между людьми maybe it was dusty might even have a broke string on it and I handed it to you you'd look at it pass it to the person behind you dropping it looking at it, not impressed that's the way we treat most of our customers but then I take it back and I tell you this is a strong variance it's worth two million dollars стоимостью около двух миллионов долларов and I handed it to you я вручаю вам, ловю ее в руки would you treat it the same? every one of you men here каждый из вас wow by the way, Ben that's the way you should treat your wives every morning when you wake up you should say I've got a strong variance and we're going to talk about that family is a big part of your successful business we treat our customers like strong varices we treat our customers like strong varices and number seven number seven a good business person and women here so I said persons a good business man will try to make a dollar on ten customers he will try to profit a dollar on ten customers one dollar for ten customers instead of a hundred dollars on the first customer that's good business I went in a store on Neffsburg Prospect I went in a store on Neffsburg Prospect they had a panasonic TV it was worth 267 dollars they were asking 850 dollars why? it was an old woman in the store I asked the guy maybe you could give a sкидку just I knew he was making five hundred dollars profit his answer unbelievable he said not only will I not discount it I'm not going to sell it because it's the only one I got and again I went home confused I know many businessmen here that are out of business because they tried to get rich on the very first few customers they had that's not good business overcharging a product you'll never win you'll never win and here's why statistics show us that every person influences 200 people so if you sell 10 customers at a good price and they're happy they're going to influence 2000 people for you but if you sell one customer and you cheat that customer you're not making one enemy you're making two hundred enemies and you just will not be successful and I see so much of this because people want to get rich very quickly but most of those people I know are not in business listen good business is always free advertising okay number eight number eight okay it's never right to be wrong and it's never wrong to be right it's never right to be wrong and it's never wrong to be right to be the money and it's never right Никогда не будет правильным, если вы платите деньги мафии. Никогда это не будет правильным. Когда вы платите мафию, тем самым вы соучаствуете во всем том, что они делают. Зачем работать 60 часов в неделю и отдавать то, что вы зарабатываете преступнику? Вы скажете, доктор Эррес, вы меня не понимаете. Я очень хорошо вас понимаю. И причина, по которой в России существует мафия, потому что русские бизнесмены не говорят этому «нет». Это никогда не будет правильным, если вы обманываете в налогах. Особенно если вы являетесь верующим человеком. Как Бог может благословить вас, если вы соучаствуете в организованной преступности? Вот почему в этом городе жизненно важно, чтобы была здесь христианская ассоциация бизнесменов. Вам это действительно нужно. Потому что когда вы организуетесь, люди вас уважают. И вы можете сказать, мы хотим, чтобы к нам пришел налоговый инспектор и поговорил с нашей организацией. И они придут. Мы хотим, чтобы к нам пришел налоговый инспектор. Мы хотим, чтобы к нам пришел налоговый инспектор. Самый главный бухгалтер этого города, чтобы он пришел к нам. Даже пускай мэр города пошлет нам кого-нибудь. Мы проходили через это. Когда вы абсолютно организованы, вы собираетесь вместе. И вы учитесь друг у друга. Вы помогаете друг другу. И этот девиз становится реальностью, потому что другие люди вас также ободряют. Я не собираюсь много говорить о мафии и налогах. Это очень тяжелый предмет. Большая часть своего бизнеса я вил в Америке. Я в глаза не видел мафию. Я уверен, что она там существует. Знаете, почему я там не видел ее? Потому что они не знают, если они придут к бизнесмену, как только эти мафии покинут их, они тут же позвонят ФБР. Это даже не вопрос. Но этого здесь не случится, потому что мы не работаем. Это не происходит, потому что мы не организованы. Люди совершают свой бизнес со страхом. Что насчет налогов? Если вы заплатили все налоги из нашего бизнеса, то в общем это будет около 160%. 160%. Если вы пойдете и будете послушны каждому налоговому закону. Но если бы вы были организованы и были организованы, и если бы вы были организованы, и если бы с вами говорили бизнес адвокаты, которые работают в сфере налогов, вы бы научились у них чему-то. По русским законам, налоговым законам, существуют категории налогов. И адвокат будет выбирать не все законы, а ту категорию, которая подходит именно к вам. И со совершенно честной бухгалтерией, вы можете срезать эти налоги со 160% до 30-40%. И я знаю, что это является реальностью, потому что бизнесмены в нашей церкви, они это сделали. Но вот что произошло. Мы имеем около 6 тысяч налоговых законов. И они противоречат друг другу. Вы знаете об этом. Вы не можете последовать всем законам. Но если вы организованно действуете, и у вас есть законный представитель, то они могут вам показать то, что правильно, как платить вашу часть. И я знаю, что атмосфера для бизнеса здесь очень сложная. И я молюсь о том, чтобы наше правительство осознало то, насколько вы важны на самом деле. Бизнесмены – это сердцебиение национальной экономике. Let me give you an example of that. When I did business, if I started a new business, the government would say, hey, we like that. First year, you don't have to pay your taxes. It's called capital investment tax. No tax. Никаких налогов вам не нужно платить. Also, if I started a new business, and I was going to hire a hundred people, as many of those people I hired that were unemployed, and if the government would say, the government would say, I like that. I'm going to pay half of their salary. You think that encouraged me as a business student? Как вы думаете, меня это воодушевило как бизнесмена начать бизнес? So I hired twice as many people. И поэтому я нанял двое больше людей. И что произошло? They paid taxes. They paid taxes. They had jobs. У них была работа. The government won. Our business won. I won. Because it is a cooperation. If you're organized, you can change things, that that would be reality. You see, the mayor of two men needs to know the most important element in his economy are business people. И мэр должен осознать в этом городе, что самые ключевые люди в его экономике, в его городе, это бизнесмены. Вы понимаете меня? And that's what we're praying for in Russia, that there is a total change of the tax structure. И вот о чем мы молимся здесь в России, чтобы произошла большая перемена в структуре налогов. Okay. We have so much material. We're going to go on. So let's go to number nine. Давайте девятый принцип. У нас так еще много. Okay. No, no, no. And this will probably be our last point. Это будет, скорее всего, наш последний пункт. Okay. Reward people that work for you. I see too many businessmen in St. Petersburg driving Mercedes. Which is nothing wrong with that. But the men that work with them don't have enough money to feed their families. That's a big mistake. And that business will fail. A healthy business that only takes care of his customers but will take care of the people that work for you. When I was in university I worked in an auto service center. Auto. I loved it. I enjoy working with cars. But my boss treated me like dirt. No matter what I did he was never happy. He didn't pay me enough to feed my family. But I loved my work. I could walk there. I could walk there. And one day I was repairing a man's tire. And all the time he was working my boss was screaming at me. Wanting me to do something else. And this man said why is he doing that? You're trying to help me. And I like that. And boy, I wish you worked for me. Would you work for me? I don't know. What do you do? I do insurance. Can I come to your home tonight? I said, sure. And he gave me a job. In six months I was driving a new sports car. I was the number one salesman in that company. And they respected me. They rewarded me. And they gave me bonuses. I felt like a king. And I enjoyed working for those people. I loved it. I loved it. And you know, I could have managed that other man's store and made him a lot of money. I loved it. I loved it. I loved the world. And you have people that work for you. They're the most precious commodity you have. If I owned a car company and I had a salesman and he was selling 10 cars a month I'd go to his house in the mornings and put a blanket around his shoulders. Give him a fresh cup of coffee to drive him to work. And I'd say, how are you doing? And I'd help you. Why? Because he's selling 10 cars a month. He is making me a successful businessman. Why should I treat him like dirt? Maybe it's not like that in Tumene. I hope it's not. I hope it's not. But in St. Peter it just breaks my heart. I see men that are worth half a million dollars. And the people that work for them live in 10 family communal apartments. Making 100 dollars a month with three kids. that grieves my heart. That's not good business. Taking care of the people that work with you is your responsibility. And you know what? They'll respect you. They'll work 10 times harder for you. because they know you care. I hired many people when I was in the auto business. I hired many people when I was in the auto business. I would hire a mechanic. And when I had free time, I'd roll up my sleeves. And I'd get in there on the motor. I'd have grease up to my elbows. Is that a hard Russian word? And we would fix it together. And the guy said, wow. Why are you doing that? I just like you. Good to work with you. And you know what? He quit being late in the mornings. He quit going to sleep under the cars. He quit taking oil that he shouldn't take. You know, we had such a good relationship. And you know, I tried to take care of him. That's good business. You don't make money by cheating the people you work for. You're not failed. You will lose those people. We have a lady in our church. She runs a tea factory. She's one of the best business women I've ever seen in my life. She has 280 people working for her. And she told me, I don't understand. I lose 80 people a month. That means I have to hire 80 new people a month. I have to retrain 80 new people a month. We went over these principles. She doubled their salaries. her business partner said we'll go out of business. You know how many left last month? Five. They were sick. She did not have to spend all that money and training anybody. And she said they doubled their salaries and made more money than they had ever made. Her people are happy. They come to work on time. They don't stay out sick. they don't stay out sick when they're not sick. And now she has more applicants to work than she needs. Does it work? Absolutely. Take care of those people. Your customers are Stradivari. And the people that work for you are Wormbrandts. It's a famous Rembrandt. They are Rembrandt. And that principle will make you successful. I don't see how anybody sits for three hours that you have. And so we're going to dismiss I want to mention one book that I am so sober on. This man is from my home. His name is Larry Burkett. He is the leading Christian economist in the world. this man is on radio live on 1300 stations every day. He is the best. Using his principles I became debt free successful in the business I was in. And he deals more on personal line with you than these basic principles that we're talking about. And the topic here is your finances and changing times. and he deals a lot with personal finances. Most business people has more going out than they do coming in. And that does not last for long. So if you're interested in this, I don't know how much it is, but there will be somebody back here to help you. I don't get any money from it, so it's just to help you. If you have a computer and you go to the internet, you can connect with him. He has unbelievable problems on the internet. Now tomorrow we're going to finish the principles and then we're going to talk about how to protect your business financially. Today we've dealt with right thinking and tomorrow we're going to be specifically on business practices. So thank you. God bless you. God bless you. Okay? Зарабатывайте немного денег. Хорошо? Продолжение следует...